Здарова кабаны, с вами Макс пояснит и вот оно наконец-таки свершилось. Вы хотели стрёмного увидеть, так что ж, держите, сейчас он вам покажет и расскажет про свой любимый шмот. Ну что ж, погнали. Здарова бандюги, сегодня я вам расскажу про свой любимый шмот. Всем привет, во-первых, аудитории Макса пояснит, всем респект передаю. Давайте начнем с интерес... Кстати, блять, интересная идея на самом деле. И начнем мы с моего любимого шмота номер один. Один из любимых это Хелечка. Хели Хансен, почему я ее люблю? Сейчас я вам все объясню. Стоит она не сильно дорого, но в целом я ее больше люблю, конечно же, за дизайн. У меня очень много всяких курток, всяких пуховиков, типа вот такого я нашел, которые, знаете, в Сэшке часто они бывают. Тут я его нашел новый и выцепил. Следующую зиму буду в нем гонять двухсторонний. Что крутого в Хели? Практически неубиваемость полная. Единственное, конечно же, сыпется мембрана, если она мембранная со временем. Полностью не продувается, но надо быть осторожными. Берите куртки с утеплителем. Очень много у них яхтенная одежда. Яхтенная одежда это только дождевик, предназначенный на носку с флисом. Вообще любые пуховики мембранные, любая мембранная одежда предназначена на носку с флисом. Едем дальше по порядку. Это H&M, чтобы вас не запаривать долго. Ебанистическое иногда бывает качество в плане именно джинс. Обратите внимание вот на эти конкретные джинсы. Они очень дешевые, очень недорогие. Вот, пожалуйста, ценник 1200 рублей всего лишь. По ним никогда не скажешь, что они нищебродские. Они умеют делать так, что этого непонятно. Конечно, здесь нет селвиджа, но когда вы их одеваете с охуенным обувью, например, еще с чем-то, у вас вообще проблем не возникает. Они выглядят не колхозно. Это очень важно, потому что некоторые джинсы видно сразу, что дешевые, дерьмовые, рыночные. По вот этим, такого не сказать, хорошие клепки застирываются, очень прикольно выглядят со временем. Короче, за свою цену просто заебись. Едем дальше по дешевым годнотам, и это Uniqlo. Да, я понимаю, вы о нем уже все слышали, и не у всех оно есть в городе, но футболочки я беру именно здесь. 499 рублей за шикарную футболку из хлопка, немножечко с эластаном, чтобы она сильно не растягивалась. Так, на самом деле, даже лучше. Она при этом дышит, все нормально. Их ношу, кайфую, просто вообще заебись. И шмот весь Uniqlo тоже пушечный. Даже не знаю, почему я сказал про H&M, что в Uniqlo джинсы еще на порядок лучше и выше. Там даже есть селвидж, но они подороже, чем H&M будут стоить. Короче, Uniqlo за свою цену тоже вполне себе охуенно. Я считаю, что это лучший масс-маркет. Ну и по обуви, я думаю, все знают прекрасно, что я таскаю NMD, инники, многие кроссовки какие-то. Но если говорить о любимых вещах, очень уж мне нравится Марджелла. Во-первых, она кладет вот эти колпаки для поваров, и мы сейчас будем снимать на моем канале Стрёмная Кухня поварские хуйни. Я шучу, это канал новых влогов. Макс, ты же разрешил, да, сделать интеграцию небольшую мне? У меня открылся новый канал Стрёмная Кухня. Там вся моя жизнь во влогах. Я каждыми днями снимаю влоги для вас и показываю, как мы живем, угораем, шопимся и все такое. Ссылка будет внизу в описании. Это Марджелла, блядь. Марджеллочка. Нормально, да, Жожо? Уебали интеграцию. Респект, Мак. Это Марджелла. Охуенная пушка. Брать ее надо на Йоксе. Очень часто распродажи. Обожаю ее за дизайн, за качество, за внешний вид. Стоит везде неприлично дохуя, но на Йоксе, говорю, можно выхватывать. Вот эти, к примеру, мне обошлись около 12, наверное, косарей, что-то такое. И вот, кстати, мы собрали лук. Давайте посмотрим. В общем, я сам того не веду, я не хотел собирать лук, а получилось белая футболка, марджеллы, дешевые джинсы из H&M, но не колхозные, которые выглядят пиздато. Посмотрите, как круто это сочетается на троих. И все сверху мы при хорошем пуховичком Хелли Хансен. Лук готов и не очень дорогой, но пиздато выглядящий и качественный. Поэтому вот это мое такое мнение. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам охуенного. А Джор и привет, он сейчас спит. Ну что ж, спасибо за просмотр. И не забывай поставить лайк этому ролику, если он тебе понравился. Ну и, естественно, ныряй в комментарии и пиши там, кого ты хочешь увидеть в следующих роликах. Поэтому это очень важно и многое зависит исключительно от вас. Спасибо за просмотр. С вами был Макс Пояснит. Стремный обзор. Это была рубрика «Любимый шмот». До скорых встреч.